Михаил Зощенко. Великое путешествие. Когда мне было 6 лет, я и не знал, что земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, уродитель которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал, земля есть круг. Если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь до самого места, откуда вышел. И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал, скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать. Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке перочинный ножик понравился, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников, и там он сказал мне и Лёле, «Завтра, когда ваши родители уедут в город, и моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем то, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас не уйдет целый год». Лёля сказала, «А если, Степочка, мы встретим индейцев, что касается индейцев, ответил Степа, то индейские племена мы будем брать в плен. А которые не захотят идти в плен, робко спросил я. Которые не захотят, ответил Степа, тех мы не будем брать в плен». Лёля сказала, «Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег». Степка сказал, «Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет». Что касается еды, по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре. Степка сбегал в сарай, принес оттуда большой мешок из-под муки, и в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар, и кусочек сала. Потом положили на разную посуду тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумав, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для разжигания костре». И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. «На другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик, за ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой, и за Лёлей с тремя рогатками с очком и удочкой шел я. «Мы шли около часа». Наконец-то Степка сказал, «Мешок дьявольски тяжелый, и я один не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок». Тогда Лёля взяла мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала, «Теперь пусть Минька несет». Когда на меня взвалился этот мешок, я ахнул от удивления. До того этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня прибило к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямиком на все эти вещи нырнул я. Но хотя я был легкий, и тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка умирали со смеху, глядя, как я барахтался в канаве, и поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Степка свиснул собаку и хотела ее приспособить для ношения тяжестей. Но из-за этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздуемием, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Степка велел нам все вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело, тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал, что всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в направлении, в котором нам нужно будет идти дальше. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому развивались своего прямого пути. И Степка сел у дороги, протянув ноги вперед. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, жарила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог, и я, по совету Степке, стал прикладывать к нему мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуляя хныч, и щека моя горела и ныла. Лиля тоже была не рада путешествия, она раздыхала и мечтала о возвращении домой. Говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Степка запретил нам об этом думать и сказал, «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу лично к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжили идти в плохом настроении, и только у Тузика настроение было ничего. Задрав хвост, оносился за птицами и своим лайм, вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка излег из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но не найдя на небе солнце, Степка приуныл, и мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, мы легли спать в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел, и Тузик тут же засопил носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Лёля вдруг приняла за змею, и от ужаса завизжала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на землю, как мячик. Наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было ранее утро, а солнце еще не взошло. Лёля шепотом мне сказала, «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он нас заведет туда, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку, он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахав руками, бормоча, «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снили, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал, «Хорошо бы мы были, если бы я лег ногами туда, куда попало. Вот бы мы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что нам идти вон туда», – показал Степка. И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы вчера шли. Мы покушали хлеба и дынулись в путь. Дорога была знакомая, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее, он сказал, «Кругосветное путешествие тем отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг». Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге. Степка сказал, «Для быстроты путешествия, и чтобы скорее обогнуть землю, не худо бы нам сесть на эту телегу». Мы стали просить, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам сесть на нее. Мы быстро покатили, ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал, «Вот эта деревня в аккурат похожа на наша деревня Пески. Это бывает во время крутосветных путешествий». Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Ни сомнений не оставалось, это была наша пристань. К ней только что подошел пароход. Степка прошептал, «Неужели мы обогнули землю?» Люля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы подбежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала, «Ах, дети, а я думал, вы вчера потонули». Лёля сказала, «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не смогли отправиться в крутосветное путешествие». Мама москликнула, «Что я слышу? Их надо наказать». Папа сказал, «Все хорошо, что хорошо кончается». А бабушка, сорвав ветку, сказала, «Я предлагаю выпарить детей. Миньку пусть выпарит мама, а я Лёлю беру на себя». Папа сказал, «Порка – это старый метод воспитания. Это не приносит пользы. Дети и без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала, «У меня дурацкие дети. Идти в крутосветное путешествие, не зная таблицы умножения, географии. Но что это такое?» Папа сказал, «Мало знать географию и таблицу умножения, чтобы идти в крутосветное путешествие. Надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, кто выпускается в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. Наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем путешествии. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарае и там спал до вечера. А вечером, покушав, снова заснул. И что он видел во сне, остается покрытым браком неизвестности.